Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, сегодня Государственная Дума примет бюджет на 2021 год, на два последующих года. Фракция большинства привычно идет своей дорогой, не обращая внимания на мнение других. В этой связи, конечно, необходимо отметить, что нынешний бюджет формируется в очень непростой ситуации, в очень непростое время, и мы отдаем себе в этом отчет. Но в то же время обращает на себя внимание, например, такой факт, что в бюджете только 95 миллиардов рублей берется и фонда национального благосостояния. А мы с вами помним, нам неоднократно говорили, что сама идея этого фонда – это некая кубышка на черный день. Вот как-то хочется спросить, а когда этот черный день-то наступит? Сегодня разве мало фактов, которые говорят, что для людей действительно черный день, и не пора ли большей суммы выделять на решение этих самых социальных проблем? Более того, мы видим, что, к сожалению, идет значительное сокращение расходов на здравоохранение. Это в условиях пандемии. Мы считаем, что это недопустимо. Необходимо, наоборот, увеличивать финансирование. При этом мы понимаем, что сегодня все здравоохранение сталкивается с очень серьезными проблемами. Конечно, сказывается та пресловутая оптимизация. Надеюсь, что само это слово применительно к здравоохранению, раз оно всегда забудут, потому что это же чуть не перевело всю нашу страну к катастрофе, и мы должны обязательно об этом думать. Доход от бюджета. Мы не видим снижения налоговой нагрузки на производителя, вернее, мы видим, наоборот, увеличение налоговой нагрузки на производителя и не видим повышения налоговой нагрузки на финансовых потребников, на крупный капитал. А на самом деле такие вопросы нужно решать, и это было бы правильно в этих условиях. Мы продолжаем настаивать на отмене налога на добавленную стоимость экспортеров нефти, на отмену так называемого налогового маневра для нефтегазовой системы, на обнуление и, по крайней мере, снижение резкого ввозных пошлин для экспорта наших товаров. Все наши предложения, они были изложены в нашем альтернативном бюджете, к сожалению, они не услышаны. Говоря о других направлениях, которые необходимо было решать в бюджете, конечно, мы никогда не согласимся с повышением пенсионного возраста, и мы считаем, что не было ни экономических, ни социальных, ни политических оснований для этого. И мы считаем, что в бюджете как раз можно было бы решать эти проблемы, решать проблемы наших пенсионеров. И, конечно же, в обязательном порядке необходимо было внести деньги на индексацию работающих пенсионеров, их около 10 миллионов. Антон Георгиевич, никогда мы не согласимся с вашей позицией, что пенсия – это якобы компенсация за утраченный заработок. Это заработанные деньги людьми десятилетиями, честным трудом. И, естественно, коль скоро у нас, благодаря всенародному голосованию, летом этого года появилась норма о том, что обязательная индексация не режет на роза в год пенсии, там не говорится о разделении пенсионеров на работающих, неработающих. Пенсии все должны индексироваться. И коль скоро сегодня в третьем чтении принимается бюджет, в этом зале сейчас идет сбор подписей за обращение в Конституционный суд, потому что мы уверены, что принятие бюджета без индексации пенсии для работ пенсионеров – прямое нарушение Конституции Российской Федерации. И мы уверены, что Конституционный суд свое слово скажет, и вынуждены мы будем делать это и восстанавливать справедливость. Когда я говорил уже о нашем многострадальном здравоохранении, здесь, конечно, нужно кардинально пересматривать все наши подходы. Нужно восстанавливать вертикаль Министерства здравоохранения. Когда министр вот так вот разводит руки, говорит, что он не может указать, он не может регулировать те процессы, которые идут в регионах, потому что там самостоятельные соответствующие подразделения здравоохранения – это абсолютно неправильно. И мы убеждены, что здесь необходимо очень серьезно наводить порядок и создавать ту самую единую жесткую вертикаль. Теперь хотел бы сказать несколько слов о нашем многострадальном образовании. Но вы знаете, Геннадий Андреевич, мы не сговариваясь, он начал с этого, потому что, да, проблемы материальные, проблемы социальные, они очень важны, особенно при рассмотрении бюджета, но сегодня происходят очень опасные вещи в нашем образовании. Потому что даже вот мы отнесли вроде бы разумный законопроект, который вводит порядок дистанционного образования и разделяет полномочия Министерства просвещения, Министерства высшей школы и науки, но люди напряглись и правильно делают напряглись, потому что происходит ужасная вещь. 75% родителей категорически противники любого дистанционного образования, который губительно, который ведет, и так в результате единого государственного экзамена у нас просто идет оболванивание. А здесь родители же видят, на первой волне, когда они увидели, что дети, во-первых, страдают здоровью, во-вторых, абсолютно неполноценное образование, пришла вторая волна, они опять видят согвенные спины своих детей и понимают весь этот ужас, потому что никакого толка обучения не происходит. И здесь, конечно, необходимо самым серьезным образом смотреть на эти проблемы, потому что, когда нам пытаются под видом того, что это временная мера, и сделать порядок такой, что да, давайте отрегулируем дистанционное образование, но ведь наша общественность родительская, ее не обманешь. Они прекрасно понимают, что пандемия, это просто проявила намного быстрее то, что было задумано еще в 2010 году, когда появился такой, так называемый форсайт образования 2030, где все это уже было прописано, где прямым текстом говорилось, что учитель не нужен, все заменит искусственный интеллект, и учебники не нужны. Категорически полная замена, переход на электронное дистанционное образование. Послушайте, это мы угробим, и когда у нас Министерство просвещения в декабре прошлого года издает приказ 649, где говорится о ЦОСе, так называемом, в реактуру надо привыкать к этому ужасу, как и КИГЭ, это цифровая образовательная среда, и там приводятся уже конкретные рекомендации, вернее, там просто приказ, а в этом году изданы рекомендации, вы обратите внимание, рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации. Мы сегодня будем принимать правильные поправки в Семейный Кодекс, заботист о нашем суверенитете. А что мы там читаем? Прямая отсылка к рекомендациям Всемирного Банка. Господа, я хочу обратиться к господам Министерства просвещения, вы что делаете? Вы что хотите вообще загубить, задушить все наше образование? Потому что это действительно то, что будущее составляет нашей страны, и пытаются все это сделать. Поэтому здесь нужно быть очень бдительными, я призываю всех внимательным образом прислушиваться к мнению родительской общественности, к педагогам, и, кстати, скоро я говорю о защите детей, но бедные наши учителя и педагоги. Я увидел документ Министерства того же просвещения, 30-страничный документ, который обязывает каждого учителя готовить и проводить правильно всероссийские проверочные работы, так называемые ВПРы. Я прочитал, и я понял, что примерно, ну по моей оценке, от 30 до 40 часов каждый учитель будет тратить на эту ерунду, на эту бюрократическую, никому не нужную ахинею, вместо того, чтобы учить наших детей. Кто это делает? С одной стороны, все говорят, да, слишком велика нагрузка бюрократическая на наших учителей, и Министерство просвещения обваливает наших учителей, сваливает такую инструкцию. Пожалейте учителей, им сейчас очень тяжело. И несколько слов, уважаемые коллеги, хочу сказать об экологии. О провале мусорной реформе много раз говорила наша партия, повторяться не буду. Меня очень волнует сообщение с мест о чистоте нашего воздуха. Такие города, как Челябинск, Чита, Улан-Удэ, Красноярск, Кемерово, там просто творится ужас. А в то же время мы помним, что 440 миллиардов рублей вне бюджетных денег даже были выделены на программу «Чистый воздух», которая, по сути, провалена. Этих денег никто не дождется. И здесь внимательным образом нужно смотреть на то, что у нас происходит вот с этой проблемой с экологической. И люди бьют на бат, потому что люди понимают, что эта грязь воздуха – это заболевание, это сокращение жизни и болезнь наших детей. И здесь, конечно, нужно самым серьезным образом на это все реагировать. Уважаемые коллеги, у нас сегодня действительно не самые простые времена. Мы видим, что кризис переживает из-за пандемии, с экономическим кризисом весь мир и наша страна в том числе. И мы, конечно, видим, как трансформируется буквально в наших глазах устое, привычное, казалось бы, устое, и мир становится другим. И в этой связи никогда мы не имеем права забывать, что при решении любых задач ни в коем случае нельзя решать любые проблемы за счет человека и нельзя бить по человеку. Нельзя бить по самому главному – по образованию, по здравоохранению, по пенсионному обеспечению, по нашей культуре. Нам это не простят наши потомки, если мы не сделаем правильные выводы. Спасибо за внимание.